вот кстати альбина каир гильдинова которая представляет окмолинскую область здесь тоже можно отметить что элада махеддинова которая стала победить победительницы краски она и представляет тоже окмолинскую область еще одна представительница окмолинского региона ирина кузнецова уступила финале айолым косымовой да очень сегодня на самом деле практически каждая схватка это очень потрясающее зрелище девушки бьются до конца девушки очень эмоциональны и самое главное качественный уровень борьбы они показывают не может а напомним что на соседних коврах также проходят схватки за бронзовые награды но пока что счет не открыт очень аккуратно действует и та и другая а вот возможность два балла заработать и альбина каир гильдинова а сейчас будет пытаться переворот накатом выполнить в левую сторону не получилось ну вот как раз таки со второй попытки вышло здесь еще раз уже за пределами ковра там одновременно со свистком судьи пожалуйста 4 балла зарабатывает альбина каир гильдинова это серьезная заявочка на победу финале посмотрим теперь на активность нет и получается здесь не рискнула до вертушку выполнить но захват сорвался до захват не совсем был качественным поэтому не удалось выполнить задуманная вот сейчас еще одна попытка была да уже на корню пресекла ее альбина каир гильдинова есть захват стойки дальше что придумает здесь позиция так скажем больше подкану подконтрольная для альбина каир гильдиновой 48 секунд до окончания первого периода пока что этот первый период проходит с преимуществом спортсменки из акмолинской области альбина каир гильдиновой и там уже 15 секунд до конца первой трех минутки ну и бибит седуалу пока что не может никак подобраться да все таки альбина каир гильдина хорошо держит дистанцию ну и все завершается первый период сейчас возможность для передышки получают участницы этого финала сразу проанонсируем уважаемые телезрители дальше 72 килограмма весовая категория валерия гончарова александра зайцева карагандинская область против окмолинской но и весит до 76 килограммов гульмарала еркибаева против инкары жанатаева александра Итак, стартовал уже второй период в этом финальном поединке Веси до 68 килограммов Есть захват в стойке Пока что ситуацию контролирует больше Альбина Каиргельдинова Ну что, пока что никто не рискует проходить в ноги Пытается сейчас развернуть соперницу Альбина Каиргельдинова Захват выполняет, но срывает этот захват соперница Бейбет Сейдуала Вот как подсказывает, когда наставник снимать нужно руку на самом деле Что и выполняет тут же спортсменка Но мы напомним, что Сейдуала в четвертьфинале Одолела Имамбекову из города Алматы Ну а Каиргельдинова в этой стадии была сильнее Тастамбек Из Туркестанской области Сейчас подсказываю до тренера, что нужно проходить Как раз таки разрывать дистанцию Но кто ж позволит это сделать Да, время истекает Время сейчас работает на Каиргельдинова Вот она срывает с себя соперницу На что дальше? Соперница тоже пока не рискует в ноги проходить Ну и в стойке пока что тоже не особо у нее получается Ну даже пока что нет попыток, самое главное Но она понимает, что это всегда рискованно Но если сейчас не идти на риск То уже затем будет поздно Все-таки там 42 секунды остается Как раз таки сейчас Прекрасно слышно, да? Советы слышны наставника Времени-то уже мало Буквально нужно всего ничего Это как раз таки в первую очередь На совет Бибетси Эдуала Пожалуйста, первый балл она зарабатывает Ну и там остается совсем мало Ну и мы только что были свидетелями Как за доли секунды какие-то Решился исход финала С участием Эммы Тисиной и Лауры Альмагамбетовой Поэтому можно, можно рисковать Но другое дело, что соперница-то не позволяет Да, завершается еще одну вертушку Хотела выполнить Бибетси Эдуалы Но вновь захват не получился И Альбина Каиргельдинова Еще одна представительница Акмолинской области Становится обладательницей Золотой медали Напомним, в весе до 53 килограммов Лада Махеддинова Была сильнее своей сопернице в финале Ну и таким образом Спасибо за просмотр! Продолжение следует...